В сквере у Рязанского Кремля в минувшие выходные горожане могли увидеть творчество участников фестиваля «Солнышко в ладошках». Выставка-ярмарка поделок детей с особенностями развития стала завершением фестиваля. О том, как он проходил, расскажет Елена Макарова. Сотни солнечных детей в этот день объединило желание быть вместе и быть как все. Например, воспитанники 18-й школы доказали, что петь можно не только голосом, но и сердцем. А не сбиться с ритма помогут наставники. Гордая моя, гордая моя Россия. Чтобы работать с особенным ребенком, нужно быть особенным взрослым. Ольга понимает это, как никто другой. Ее хрустальное сердце способно вместить любовь ко всем ученикам. Дети с особенностями развития, они, как правило, очень податливы и очень хорошо воспринимают искусство и творчество. Сегодня внимание к проблемам подрастающего поколения является одной из приоритетных задач власти. Об этом говорил и губернатор Олег Ковалев. Я вижу много улыбок на ваших лицах, на ваших глазах. И значит, все, что мы делаем, делаем правильно. Очень желаю вам добра, мира, благополучия, счастья, улыбок и солнышка в ладонях. Волонтеры позаботились о каждой мелочи. Была и концертная площадка, и ленты, и воздушные шары, и мастер-классы по изготовлению набивных и войлочных кукол. Мне очень нравится фраза «Дети так не делятся». Не моя фраза, но этот человек вместил желание всех, наверное. Потому что наши дети такие же, как и все. Они также хотят творить, учиться, любить, быть счастливыми. Фестиваль длился три дня и объединил вокруг себя более тысячи участников. Каждый из которых по праву может сказать, что вложил в ладони особенных детей и их родителей кусочек солнца, который еще долгое время будет закрывать окружающих теплом. Елена Макарова, Валерий Чикин, Вести Рязань. Валерий Чикин, Вести Рязань.